Салютянцы и дорогие друзья, с вами Лургат и добро пожаловать на летсплей по игре Брисич, и мы валяем дурака в открытом космосе, едим шавухи, бердим и летаем, одним словом, да, хочу верить. Активное заселение бескрайних просторов космоса пока так и не доказало наличие иных форм жизни, но этот плакат все равно вдохновляет. Опа, так, что это такое? Так, 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 это что-то интересненькое. Ооо, хи-хи-хи. Межгалактический принудительный обмен специалистами. Удобно и эффективно, но пока остается фантастикой, к сожалению. К сожалению, да. Даже здесь, в этой вселенной, инопланетян еще не нашли, к сожалению. Ну, давайте попьем немножко водицы. По-моему, я всю воду выдал, да, здесь. Или, может быть, у нас здесь есть немножко воды? Нет, здесь воды нет. А здесь, здесь тоже нет воды. Ну, да ладно. Тогда пойдемте дальше. А, ну, еда есть. Еда хотя бы есть. Еда есть. Давайте похаваем. И пока похаваем так. И пойдем добывать лед. Не дай себе засохнуть, товарищ. Да, 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 я знаю. Сейчас мы не дадим себе засохнуть. Как раз водицы сделаем себе побольше. Хорошо, что вот этой вот фигни в космосе летает очень много льда. очень много. Это хорошо. Вода, которая успела замерзнуть в космосе, это просто нечто живительное, так сказать. Сомнительное, в том числе. Неизвестно из каких шахт, в общем, она получилась. Короче. А, да. Сделаем себе воду. Побольше воды. Там вообще-то была вода в каких-то там обломках. Мне что-то лень тут летать. Я лучше сделаю себе воду. Таким вот нехитрым способом. Успешно ее попью. И отправлюсь в путь. Давайте еще сделаем воды. У меня еще есть возможность ее сделать. И, кстати, да, стекло все надо вылил. А, да. Касаемо стекла и свинца и краски, которую я так добыл тщательно. Знаете, зачем? Мне хоть и писали в комментариях, не делай вот этот шлем, но по закону жанра я его, ребята, должен сделать. К сожалению, на некоторых я не знаю, что это мне даст. Я очень хочу это узнать. Поэтому, так, алюминий и пластик. Наверное, это растрата ресурсов, но тем не менее, я очень хочу знать, зачем оно мне нужно. Пишется, что защита от радиации 75. Так, теперь попробуем его надеть. Уровень радиации гораздо ниже. Все отлично. Я буду помогать вам перемещаться. Летите влево. Точнее вправо. Чего? В другое право, которое вверху. Ладно, это была плохая идея. Так, хорошо. Но все-таки от радиации он защищает. Хотя бы даже чуть-чуть. Но он дает возможность в какой-то мере не подохнуть от нее в определенный момент. Ладно. Полетели дальше, дорогие друзья. У нас здесь появились какие-то значки. Детка нам что-то там пишет. У нас, к счастью, большое пространство. Много кислорода. Давайте посмотрим, что тут у нас. К сожалению, от радиации, может быть, и нас этот шлем защищает. Но видимость просто дурацкая. Чем я это взял? У меня и так вода есть. Автоматические уборщики. Всегда считал их бесполезным оборудованием. Но глядя, какой шар мусора они накатали, я начинаю их уважать. Большая часть мусорного шара состоит из изоленты. Это изоленты, они так намотали. Вот так намотали, блин. Даже я бы не намотал никогда столько. И кого-то, кажется, тоже замотали, блин, с книжкой. Он тут такой сидит. Так. Долгая жизнь антипрививичника. Да, это смешно. Да, фантастический роман о счастливом и здоровом детстве ребенка, рожденного в семье антипрививичников и прожившего невероятные шесть лет. Ради этого стоило так. Шар мусора. Ну, давайте разобьем. Ага, и разбил свой лоб вместо этого. Да. О, еще один гроб. Так. Опа. Вау, такое заскриптованное нами везение. Вам понадобилось всего три попытки. Вы точно играете лицензионную версию без читов? Ну да. Поздравляем. Если не вы слукавили, то помогайте индустрии. Данный полосерный канал займет около трех дней. Хотя нет, трех секунд достаточно. Судя по всему, капитанский мостик повредил резервуар с майонезом на левом борту лайнера. Майонез затянуло в гравитационное поле ядра, что повысило его массу и снизило активность. Бомбардировка ядра другим подобным мусором может поспособствовать еще большему снижению его активности, вероятно. Осталось найти что-то схожее с майонезом по свойствам и не убить себя подобными экспериментами. Как вау, лайнер, если беда раздаривается, нам нужно поторопиться. В связи с этим я немного откалибрую датчики радиации. Вы сможете подлететь гораздо ближе к лайнеру, и мы будем считать, что вы совсем не облучаетесь. Что ты наделал? Зачем ты взорвать капитанский мостик в ядро? Ты должна была нажать кнопку убить всех людей. Я могла погибать. Ну или хотя бы могла отправить мостик. Атия Нормандии, ваша собеседница уже упоминала об этом человеку. Волноке с выжившими. Было бы неплохо его найти до того, как вы действительно всех уничтожите. Я отмечу несколько интересных мест, которые удалось обнаружить через систему оповещения гробов. Система оповещения гробов. Это же блин, трешак какой-то. Хорошо, сейчас мы... Если вы захотите вскрыть больше гробов, есть вероятность, что я смогу обнаружить новые потенциально полезные обломки, пока моя антивандальная программа будет пугать вас уголовной ответственностью. Хорошо, пускай пугает. Мне это не страшно, мы будем вскрывать. Я как-то видел в одном летсплее, что у чувака был пылесос. Благодарю, в принципе. Благодарю, в принципе, наруху не только протокол защиты данных Брэйсич, но и совершенно случайно, повторяюсь, совершенно случайно скрыл блок данных, для доступа к которому у меня было недостаточно прав. Из полученной информации могу сделать вывод, что гроба агентства не только передают информацию о препятствиях, но и обмениваются странными зашифрованными пакетами данных. К сожалению, даже под релью моей мощности не хватит для дошифровки. Тут необходимы военные разработки. Капец. Все так серьезно, да, с этими гробами? Капец. Ладно, выкладываем это все. Кстати, я забыл выложить. Чтоб не мешалось. Сейчас мы снова туда отправимся, но прежде сделаем лоб. Потому что у нас лома нет, так я совсем все сюда выложил. Ой, нет. Мне нужно вот это. Было бы круто, если бы у меня был бы... О, вот. У меня много этого. Сделаем несколько ломов себе. Они просто быстро кончаются. Очень быстро. Я видеть мимо пролетающий гроб с руки, ноги и бластер. Вероятно, это галлюцинация. Если ты так тоже такой же видеть, обязательно повернуться к нему спиной, размахивать руками, чтобы кровь прилип, привить к голове и так далее. Да. Хорошо, детка. Обязательно прислушиваюсь совета. Может, ты тоже галлюцинация? Так, кто знает. Все-таки я хочу разбить этот мусор. Нет, ничего полезного здесь не было. Ну, пока что особо полезного. О, дрон-робот. Лучше бы к нему близко не подходить. Это кто знает, что может случиться. Короче, тут я что-то полезное видел. Не помню, что это было, но что-то интересное было тут. Явно. Так, что это такое, еду забираем, в воду забираем, чтобы больше не делать это. Что это с ним? Боже. У него шапочка из фольги. Это то самое. Арчур, это тумый. Парик алюминиевый. О, капец. Жесть, капец. Да. Никогда не понимал людей, которые думают... По равномерному облавлению рулонов, в инженерных отсеках произошел пожар, но причиной катастрофы он точно не был. Очередной гроб. Да. Ну, мы будем скрывать гробики и смотреть, что там дальше интересного. Так, что тут? Тут вроде ничего интересного. Я думаю, нам надо скрафтить опять генератор кислорода. Еще до подтверждения пожара в отсеках. Ведьма Огонь успел распространиться даже на жилые модули. Так, что это такое? О, боже мой, блин. Чуть не этот. Не обосрался. Какой знатный персонаж был у вас создан. Какие игрушки до инцидента теперь можно пугать детей. Капец, лучше я это оставлю здесь. Так, этого мы не будем трогать. Короче, нам надо возвращаться и делать генератор кислорода, потому что слишком большая дистанция. К счастью, у меня есть кислородные свечи, чтобы долететь до конца. Так, я не понял. Что это мы тормозили? Ладно. Итак, мы тут. Звездочка. Что за бальзам медовая звездочка? Ядреный, трехлитровый. Отличное средство. Жжет, стимулирует, раздражает и прекрасно отвлекает от любых заболеваний. Именно так я и думаю. Такое мнение об этой звездочке, которой, я думаю, все пользовались. Так. Тут очень много отсылок к нашей с вами жизни пост-СССРовского СНГ. Да. Здесь мы уже были. И, к счастью, у меня с собой есть кислородный баллон. То есть, генератор, который мы тут поставим. Ох, кому-то очень сильно не повезло. Так, ладно. Да, вот прямо здесь и поставим его. Так, ну-ка. Оп. Все, теперь нам нечего бояться. Такс. Тиц, тыц, тыц, тыц. Там что-то интересное за поворотом. Если бы я знать твои точные координаты, я бы сможет тебе как-то помогать. Не говори ему, капец. Почему его так разорвало на две куска, на два куска? Притом так и осталось. Так, кружка акула. Что это такое? О, боже мой. Такие продаются центральным дельфинарией земли. Сами акулы были полностью истреблены уже довольно давно. Но при этом они до сих пор умудряются травмировать сотни людей в год. Пускай их в виде таких безопасных игрушек. Кошмар. Бедных акул убили в этой вселенной. Акулы, они только в фильмах, блин. Страшно ужасные. В реальности, конечно, тоже не надо прыгать в пасть. Но, тем не менее. Оп. Так. Вот тут у нас уже что-то интересненькое такое, видите? Уж целая такая пещера, которая ведет куда-то внутрь. Интересно, куда. Это рабочая автономная кислородная станция. Вот оно как. Интересно, интересно. Рабочая автономная кислородная станция. Интересная конструкция. Схема подключения такого штурвала даже проще, чем у прогулочных кораблей. Сюда можно подключить кислородную станцию, если я правильно просчитал схему. Так, давайте ремонтировать. О, он у меня есть, этот ремонтный инструмент. К счастью, для такого случая... О! Блин, я думал он нормально ее... Будет чинить, в конце концов, все-таки столкнул. Я так понимаю, здесь по-другому ничего не чинится, да? Вода, кислородные свечи, все, блин, для людей. Для таких, как мы с вами, уважаемых людей. Блин, если бы здесь не было бы выбито лобовое стекло, вот так вот. Я думаю, что здесь был бы у нас кислородный. Так, что это такое? О, так, у нас объект для сканирования. Провожу сканирование старой кинопленкой. 70-х годов. Так, штурвал... Нет, штурвал это, конечно, хорошо, только для чего? О, спрашивается. Так, кстати, здесь мы можем пополняться. Это хорошо. Ну что ж, полетели дальше. О, еще один групп. Никогда не думал, что буду так радоваться гробам, летающим в воздухе. Так, да. Ред Руинс способны заставить человека радоваться совершенно. Судя по всему, здесь временно находился выживший. Временно? Может, это детка тут? Хотя нет, если бы детка тут была вами. Время взрывомостика я успел снять мерки вашего тела для заказа гроба, но это не пригодилось. Хочу заметить, вы в прекрасной форме. Так держать, вы почти совсем нежирный. Что значит почти? Ах ты, скотина. Так, что это за шлейф? Ты вмазавшийся ластероид, чувак. Так. Любопытно. Любопытно, что у нас тут будет. Прикольно и очень интересно. Так. Ох. Я даже боюсь представить, из чего сделан этот шлейф. Здесь что-то собирали. И что же? Так. Нет у нас здесь кислорода. Нет. Что это такое? Огнетушитель? Тут огня-то и особо нет. А ну. В космосе по-любому должен быть своеобразный огнетушитель. Аптечка. Это хорошо. Что у нас тут есть? К сожалению, ничего интересного. Только еда. А, ладно. Так. Давайте изучим чувака, который... Что это такое? Чудо инженерной мысли. Это пылесос летал быстро, хотя и недолго. Так. Вытащить из камня. Опа. Пылесос-ракета. Чё? Давайте сядем на него. Ух ты. Ура, ребята! У нас теперь есть пылесос. Так. Давайте сюда курицу-то к ним. А он не тыкает уже. Я так понял. К сожалению, талантливый инженер оказался не очень талантливым водителем. Да, я вот тоже самое хотел сказать. Вот почему он разбился. Так. Что это у нас такое? Схема пылесоса. Давайте возьмем. Офигеть. Настоящий инженер чинит даже трусы. Я в этом даже не сомневался. 40 метров в секунду, ребята. Вау! Это круто. Это мне нравится. Вот как раз сейчас подсосем все кислороду. Так. Ну-ка. Круто. Даже с мотоцикла. Ну, с пылесоса мотоцикла не надо слезать. Охренеть, ребята. Все. Теперь у нас мега скорости. Теперь мы можем просто офигенски далеко летать. Уже серьезно все. Так. Только топлива у меня мало. И прочности не так много. Так. Ого. Стягивает даже этот пылесос. Развивает. Надеюсь, все эти тарелки были лишними и связь заработает даже без них. Судя по количеству антенн, это либо пункт связи, либо пункт связи с другого борта. В любом случае, есть шанс отыскать нормандию других выживших. Похоже, что кто-то пытался проникнуть внутрь отсека, используя челнок как таран. Кстати, вы обращали внимание, что слова таран и баран рифмуются? Интересный факт. Ну-ка. Таран и баран. Ваша вероятность покалечить тебе изолентой составляет 46%, что делать Беспенсер наиболее безопасным инструментом для бесполезной траты времени и строительства. Главное, не направляйте свободный конец изоленты себе в горло. Пилот проник в отсек. Частично. По крайней мере, его мозги разлетелись по всему коридору, скорее всего, попав в вентиляцию и запустив протокол герметизации шлюза. Необходимо найти другой шлюз для проникновения внутрь. Почему они все так нелепо умирают? Им всем надо реально сделать номинацию Дарвина. Так, что это такое? Че? Что? Я никогда не представлял себе Лара Крофт уже не та, короче. Все. Я это возьму с собой, пожалуй. Я не знаю зачем, но мне это понравилось. Эх, здесь нету генератора гравитации, но... Кстати, давайте изучим это. Угар просто. Такой сервис есть в каждой семье. Непонятно, правда, зачем его надо было стащить на лайнер. Да, точно он был. Генератор. Простой генератор для выработки электричества. Достаточно мощный, чтобы использовать его на станции и в транспорте. Хотя этот гораздо громоздкий, чтобы не таскать его на себе. Что это такое? Схема диспенсера. А что такое диспенсер? Ну, в реале-то я знаю, что такое. А вот здесь, что это такое? Давайте почитаем, коль уж у нас есть возможность. Так, что у нас появилось из нового снаряжения. Инструмент. Диспенсер. При устроении и хватке ресурсов, риске гибели от серьезных ранений, жажду, голоду и усталости, лучшим выходом из ситуации будет постройка трехэтажного особняка, что подтверждается множеством аналогичных случаев выживания. Диспенсер отлично подойдет для этой задачи. А, то есть это штука для строительства, что ли? Ну, прикольно, прикольно. Так, среди ресурсов у нас новые ресурсы. Вау, индуктор, генератор, офигеть. Декор. О, теперь у нас есть, можем фортепиано поставить, при желании. Так, это потому, что я его скоммуниздил, чертеж. Так, вот тут нам нужен будет индуктор. Блин, это очень интересно, то есть события развиваются. Интересно. Вау, что это такое? Страница календаря, в апреле отмечается день космонавтики, вероятно, это изображение приврочено как раз к знаменательной дате. Задень чего нету, а жаль. Так, ну что ж, забираем кислородные свечи, они могут понадобиться когда-нибудь. И вода, которую я сейчас попью. Так, понадобится. Жаль, дальше я сюда проникнуть не могу. Вот, но нам придется уже выходить отсюда. И идти дальше. Сейчас я сяду на свой драндулет, отправлюсь на нем обратно. Так. Так, я не могу его заправить. не остается только на него сесть и полететь обратно к себе туда. Итак, дорогие друзья, я пришел сюда, начал немножко добывать смолу для топлива, починил, значит, свой пылесос и также сделал вот эту вот штуку. Походу, она реально ребята, для строительства, то есть, это прикольно очень. Мы можем делать модули, шлюзы и так далее. То есть, мы уже можем строить свою базу. Капец, базу, представляете, в этой игре можно строить базу. Я, конечно, об этом знал, но не подозревал, что прям вот буду снимать и строить базу. Так, теперь мы можем лететь на более дальние расстояния, само собой. Но я хочу заправить свое устройство до конца, поэтому я сейчас его заправлю, мы отправимся с вами дальше. отлично, ребята, мы заправились и теперь время приключений. Полетим совсем вперед и увидим, что там. Теперь нас ничего не остановит. 40 метров в секунду это просто улет. Это просто ааа, черт. Да, вот почему прочность падала у пылесоса. Не разглядел перед собой это. Это все потому что я записываю игру в 3 часа ночи опять. Опять бессонница, капец. О, мое. Куда же мир? Мэр катится, мэр. Так. Я думаю, что в этой серии мы попробуем построить уже начало нашей базы. Сейчас мы подсосемся чуть-чуть. Полетим туда дальше и посмотрим, что у нас там есть и вообще, что мы там можем делать. Так. То есть здесь по-любому должен быть способ пройти дальше. С ней не ошибаюсь. Я думаю, что я не ошибаюсь. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. да, точно. Тут мы что-то должны сделать. И что мы тут должны сделать? Технический шлюз. Точнее, это был технический шлюз. К сожалению, его больше нет, но если вы отсканируете систему его работы и раздобудите необходимый инструмент, мы могли бы попытаться отремонтировать шлюзовую камеру для разгерметизации дверей. Так. Необходим диспенсер. Вот он. Отлично. Модуль не выбран. Выбрать модуль. Так. Входной шлюз. Черт, что, реально, что ли? Входной шлюз, для этого нам требуются ресурсы. Малый шлюз. А нам сюда надо... Чего? Нам сюда малый шлюз нужен. Давайте посмотрим, какие ресурсы нужны. Так. Так. Я думаю, что нам нужно алюминий, титан. Отлично. Мотну сейчас и найду. Хьюстон, у нас серьезные технические проблемы. Оказалось, что целый материал, который я наиграл дальше не был записан. Почему-то программа отказалась записывать, а я все время это болтал и балаболил и проходил игру, и мы немножко пропустили интересных вещей. Единственное, что я хочу сделать, это рассказать вам, точнее, что я могу сделать, это рассказать вам о том, что здесь происходило. Ну, собственно говоря, починили мы эту шлюзовую дверь, тут пробежал пони, потому что нам ввели какие-то вещества, чтобы то, что мы построили, выглядело для нас более-менее привычно, но типичный юмор костюма. Построив шлюз, мы обнаружили здесь очень интересное место, я бы сказал, такую базу, вот с таким вот промежутком, точнее пространством, я решил зайти внутрь, и что я здесь увидел, целые ходы туда-сюда, кислородные свечи, все такое, когда я прошел сюда, я обнаружил, что здесь у нас, да, кстати, я разблокировал эту дверь, тут был космонавт, если вы помните, головой взлетевший сюда, и кусочек мозгов, даже у него тут лежал, короче, вот он кусочек мозгов, давайте попробуем посмотреть, вот тот самый кусок мозгов, дальше, мне просто вот надо было починить тут вентиляцию, я ее починил и прошел дальше, что у нас тут в этой части этого странного помещения, если мы пойдем налево, тут у нас что-то вроде медпункта с автоматом, как говорится, куда мы засунули курицу и откуда высыпались, вот эти вот штуки зеленые, с которыми можно делать пищу, ну, собственно говоря, здесь вода, еда, аптечка была, и вот свечи, бедный инженер непонятно, как умерший в тяжелых обстоятельствах, все умерли в тяжелых обстоятельствах и почему-то никого выживали, ни одного, далее мы заходим сюда и обнаруживаем некую базу, похожую на советскую, с плакатами какими-то советскими, что-то мне подсказывают, что это будущее, где Советский Союз не развалился, так, тут у нас пластик, мы его, конечно же, с собой забираем, ничего особо интересного мы тут не нашли, кроме того, как вот эти ученые почему-то умерли, а во время какого-то движа, сильного движа, а тут у нас сигареты, короче, особо ничего интересного не было, кроме того, как я починил вот этот вот интерфон, в котором есть такое сообщение, есть и кто-то нас слышит, это команда травматного челнока Нормандия, у нас есть вода, еда и крутой капитан, которого даже радиация не берет, наш челнок немного пострадал, но капитан пытается его починить, если вы слышите, хотите спастись, мы ждем вас по этим координатам, вот, и тут мы можем дошифровывать какие-то ленты, чтобы получать местонахождение интересных точек, куда мы можем пойти, далее мне предлагалось достать какую-то зеленую карту, чтобы сломал эту дверь, просто потому, что я это могу сделать, я ее просто сломал и пошел дальше, тут у нас нам надо было починить вот эту штуку, чтобы интерфон заработал, что я и сделал успешно, благодаря курице, она мне помогала чинить, если вы понимаете, о чем я, так, дальше тут у нас что мы обнаружили, обнаружили погибшего космонавта, у которого кишки почему-то вывалились, также здесь такая вот запись на стене, тут была зеленая вселенная, это такая группировка походу здесь какая-то, вот, код доступа колокольчик, обойди защиту, изъять записи, оказать посильную помощь объекту, колокольчик, я не знаю, куда мне надо было это вводить, в общем, здесь у нас больше ничего интересного нету в этой комнате, к счастью, тут, кстати, есть кислород, как вы заметили, в общем, и колокольчик, в общем, я не знаю, куда это надо вводить, потому что не нашел такой консоли, куда можно вводить колокольчик, вот, и, в принципе, все, это то, что я обнаружил здесь, все, что я тут делал, в принципе, дальше ничего интересного так и не было, ну, что ж, мы выходим дальше вниз и я посмотрел две точки, где, а ну, я кое-что обнаружил, сейчас я вам это покажу, тут у нас есть проход такой, который мы сейчас впишемся, я надеюсь, и этот проход нам открывает доступ к следующим локациям, довольно интересным, в которых мы будем обнаруживать новые штуки-дрюки разные и, конечно же, мы сейчас на них посмотрим, вот, у нас идет продолжение выхода из корабля, тут различные объекты валяются, впрочем, вот оно, вот это вот помещение, опа, аккуратно, не разбиваться, вам еще надо выжить, чтобы снимать контент, к сожалению, просмотров не так много, да, вот, мы добрались вот до этой интересной точки, здесь нам надо просканировать кое-что, но у меня сканер сломался уже, потому что не было с собой новых, кстати, посмотрим, о, я взял новые сканеры, кстати говоря, мы можем прямо сейчас просканировать, да, только надо слезть, так, слезть и просканировать, защитный кожух, это уже относится к структурам, которые мы тут можем строить, да, мы тут можем строить базу свою, в каком-то смысле, да, то есть уже более расширенную базу, и у нас тут очень много интересных точек появляется, в которые можно слетать и что-то обнаружить, но я думаю, что я и тоже буду делать в следующей серии, вот этот вот синеющий глаз, там далеко нам что-то показывают, и весь прикол в том, что до своего, до своей точки любимой, вот этой вот, то есть там я могу уже долететь, не снизу долететь, а долететь сверху, что, кстати, говорят, тут уже удобно, здесь что-то взрывается с большая сила, твоя лететь посмотреть, нет, детка, я пока еще не готов морально лететь к тебе, потому что тебя окружает, в общем, нам надо будет еще сюда залететь, туда, сюда пойти, короче, здесь очень много всего интересного, и сейчас мы полетим к себе обратно, я возьму определенные инструменты, и в следующей серии мы обязательно, обязательно продолжим, то есть, в принципе, я думаю, что вы пропустили не так уж и много, какую-то незначительную часть, на самом деле, вот к этим объектам можно будет слетать, к которым мы еще не летали, вот к этим объектам, кстати, давайте слетаем к ним, возьмем свечу, вдохнем и полетим, так как свечей у нас много, вот этих обломков, их тут просто тьма тьмущая, это значит, что нам будет что сканировать, что изучать, и какие интересные плюшки получать, игра уже становится более очевидной, что если есть интересные точки, они и есть, их полно, мы можем просто к ним отправиться, и, соответственно, к примеру, посмотреть, что у нас тут, у нас тут что-то интересное, давайте посмотрим, о, блин, так, что это у нас тут такое, смотровая какая-то площадка с камерами, так, интересно, интересно, давайте просканируем, так, вам нужен сканер, ну, вот он у меня, оп, экран состояния базы, ого, то есть, когда у нас будет база, мы сможем это все посмотреть, то есть, построить, видимо, у себя, и посмотреть, но, мне это все нравится, то есть, мы уже получили чертеж чего-то нового, реально, мне очень нравится, так, убираем это, садимся, и летим дальше, вот там еще есть какой-то обломок, который мы должны пощупать, вот, пощупать его и посмотреть, для чего он нам нужен, в принципе, вот внизу мы уже все посмотрели, там уже ничего интересного нет, пластиковый, так, 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 что у нас тут, это будет немножко, я бы сказал, даже более быстрое прохождение, потому что я подозреваю, что вы все это уже видели у ютуберов других, поэтому нас интересуют новые главы, которые я, например, не видел, так, что это такое схема коридора, так, теперь мы можем строить коридор, отлично, больше тут, например, ничего интересного нет, пластик, так, требуется ломок, давайте ювелирно добудем пластик, так, ой, так, ты мне, пожалуй, это не бей, нам еще понадобится эта штука, нам еще на ней летать, летать, вот, вот мы и добрались до нашего ремонтного челнока, который у нас здесь от инженерного, так сказать, и у нас теперь раздолье, мы можем реально выбрать какую-нибудь точку, где мы будем строить базу нашу, вот, и сейчас мы посмотрим, что мы можем построить, кстати, хорошо бы еще заправиться, так, давайте мы этого чувака уберем куда-нибудь вниз, чтобы он нам не мешал, а вот, а то, блин, своим видом портит вход без трупов, пожалуй, все, вот мы пришли, и после того, как я построю свою базу, я подозреваю, мне надо будет переезжать обратно, туда, куда надо будет переезжать, сейчас я посмотрим, кстати, я не показывал, что у меня появилось, какие у меня чертежи появились, так, инструменты, инструменты, у меня появилась говяжья граната, да, я добрался на место, где говядина была рассыпана по всему космосу, но мы туда еще слетаем, нам еще надо будет, вот, диспенсер, думаю, вы видели уже, как бы, ну, этой штукой мы строим себе, скажем, помещение и структуру, вот она, говяжья гранула, взрывчатка говяжья, штурвал, непонятно для чего, так, очищенный металл, так, там посмотрели, композитное, кенотрон, строительный набор и среди объектов у нас только вот это вот, в общем, все, в принципе, не так уж много новых схема пылесоса, давайте посмотрим, так, ну, блин, у меня уже есть пылесос, как бы, давайте, выкинем, можем ли мы это сканировать, нет, у нас уже это есть, мы изучили все, ну, вот, на этом я хочу заканчивать нашу сегодняшнюю миссию, а, кстати, кстати, я немножко протупил, давайте посмотрим, что можно строить благодаря диспенсеру, малый жилой отсек, труба, средний технический отсек, так, вот, например, малый жилой отсек с четырьмя сменными блоками стен, самый экономичный вариант для строительства, служит идеальным местом для отдыха, питания, просмотра, порнографии в уютном маленьком помещении, труба, трубами космонавт, космонавты прозвали узкие проходы с лестницами между отсеками и коридорами, их стараются не захламлять, чтобы при включении искусственной гравитации ничего не прилетело на голову, ну, верно, средний технический отсек, технический отсек с восемью сменными блоками стен, оптимальный вариант для начала строительства, большой космической станции, электро- и кислородные генераторы, исследовательский стол, интерфон, все поместится и чуть-чуть останется, круто, короче, и, конечно же, коридор, который мы только просканировали, далее, блоки, исследовательский стол, когда в карманах есть немножко лишних ресурсов, хочется изучить что-то новое, можно проскинуть мозгами и поиграть в исследователи, скафандр подскажет, что стол покажет, куда руки сделают, как и вуаля, еще одна полезная, бесполезная схема у вас в коллекции, вот это полезная реально вещь, входной шлюз само собой полезен, на самом деле может быть и выходным шлюзом, смотря с какой стороны в него попасть, но это уже никак не меняет его судя, шлюз служит для быстрого доступа из космоса в технический отсек и обратно, энергогенератор, вот это нам надо будет точно, как бы эта штука нам нужна будет, нам нужно будет много титана, как я вижу, я олюбинее, кислородный генератор, это нам точно понадобится, без вопросов, и есть малый шлюз, так, что беспрепятственно выползать в космос через полы или потолки отсеков в коридоре, так, интерфонс, средства связи с внешним миром, получает сообщение из ниоткуда, отправляет сообщение в никуда, а можно указать точные координаты мест, в которые лучше бы вообще не соваться, и защитный кожух, внешнее укрепление отсеков, коридоров, трубов, шлюзов, значительно снижает шанс пробоины на станции, непонятно как, но даже на окнах кожух работает, наверняка, там армированная сетка перед стеклом, который из-за качества к текстур не видно, понятно, а тут у нас здесь даже есть экран состояния базы, до пола пока ничего нету, так, декор, и в принципе все, то есть, вот это вот штуки, которые нам понадобится построить, ну а мы это уже сделаем в следующей серии, дорогие друзья, подальше отсюда я построю уже свою базу, и мы столкнемся уже с новыми приключениями, будем ближе к тем главам, которые до которых мы вообще еще не добирались, вот, с вами был Лургат, подписывайтесь, ставьте лайкосики, и до скорых встреч, всем пока-пока.